Здравствуйте, меня зовут Георгий Курящий, я одновременно являюсь сотрудником компании Базальт СПО довольно давно, еще давнее я являюсь сотрудником Московского государства университета и будучи на ставке половине программиста, тем не менее занимаюсь там в основном образовательной деятельностью, лекциями и так далее. Я постараюсь быть коротким, хотя я это не умею, потому что я хочу больше спрашивать, чем рассказывать. То есть, если попытаться коротко, то история такая, мы с вами в наших университетах вообще-то придерживаемся такой модели образовательной площадки, которая ему так лет 2000 примерно, ну может быть полторы, со времен Парижского университета средневекового. То есть вот в душной аудитории собираются одновременно люди, может быть туда повесили кондей, но это никак не влияет на результат. Вот какой-то нудный тип со странной дикции, чего-то такое вкручивает, рисует на доске чего-то. Люди, значит, записывают перьями. И это называется передача знаний, потому что книга тоже есть, но она одна, в скриптории холодный, пергамент волосатый. Мультимедиа не развита вообще, поэтому как-то другим способом эти сведения получить нельзя, скачать нельзя и так далее. Конечно же, мы со временем выбираем какие-то замены вот этим инструментом. Уже в скриптории подогрев, а вместо душной аудитории кондиционируемая. Но по сути вот эта вот модель присутствия, она не меняется. У этой схемы есть на самом деле только два бонуса, ну полтора на самом деле. Главный бонус это живая обратная смесь с аудиторией, потому что с живой обратной связью все-таки человек, специальное такое животное, когда он видит живых швелящихся людей, у него включается внутри что-то. А когда он видит пиксели на экране, не включается. И необходимость ввести конспекты, это значит, что мы автоматически чуть-чуть подвигаем на более успешные позиции людей, у которых есть символная память, а не только слуховая и визуальная. Современная подыстория, там видно? Как мы к этому пришли, к нынешней странной ситуации, о которой я пытаюсь рассказать. Я, в общем, занимался дистанционкой довольно давно, я вел разные курсы в филиалах Московского университета, не приезжая в эти филиалы, или приезжая, но потом уезжая, ведя все равно дистанционно. У меня были семинары, у меня были лекции. Что для этого использовалось? Либо вот этот мой сайт, который, спасибо, кто-то когда-то много лет назад его сделал, я его с тех пор окучиваю. Либо какой-нибудь даже ЛМС типа Мудла. Разумеется, массовая проверка домашних заданий с помощью того же ИДЖАДЖа, скажем. Какая-то ситуация, когда люди массово сдают, роботы массово проверяют, а там проверяльщики, в смысле преподаватели, уже так роются в результатах. Еще дистанционные семинары, о которых я делал здесь, в этом помещении доклад давным-давно, смысл которых был в том, что я изобрел такую штуку под названием доска. Ну что я изобрел? Я тут делал доклад про палку с гвоздем, примерно так же изобрел. Когда у студента полэкрана занимает демонстрационный экран преподавателя, и вот на этом полэкране я показываю что-то, а студент на соседнем полэкране делает свои домашние дела, выполняет упражненьки. А иногда даже можно вызвать студента к доске, дать ему управление этим полэкраном, и все видят, как он отвечает на вопрос. При этом параллельно, поскольку это была чистая дистанционка, был задействован голосовой чат, мамбл для геймеров, такой старый, который не жрет трафика от слова вообще. Вот так мы живем. Потом наступил ковид. В ковид вместо лекции пошли стримы. Я сидел дома, вещал в ютубчике. Там в этом ютубчике, в чатике, собралось такое достаточно своеобразное сообщество, очень непохожее на настоящий education community, состоящий из фанатов, зевак, людей, которые действительно пришли действительно поучиться. Ну в общем, пестрые. Я им крайне признателен, они делают много всякого полезного в этом канальчике. Инфоподдержка ушла в телеграм, то есть я сижу в телеграм-канале, там сейчас у нас тысяча членов в чатике, они там, все координации, все происходит именно в нем. А семинары, семинары, вот те самые семинары проходили через Zoom тогда, потому что все любили Zoom во время ковида, но доска осталась. Я говорил, почему это, у нас был с Василием доклад, как это удобно или неудобно. Ну в общем, было такое в ковид. Вот, ковид прошел, а инструменты остались. То есть у меня, значит, стримы идут прямо параллельно с лекцией. Я на лекции включаю YouTube, и, значит, вот тут у меня сидят студенты, а вот там у меня сидит аудитория, которая смотрит меня в YouTube, а еще все это записывается. Вот, с довольно давних пор компания «Базальт СПО» сама того не знает, спонсирует это дело, теперь она это знает, компания «Базальт СПО», уже года два как она знает, что она это спонсирует. Вот, значит, и практикум, который аудиторный, то есть студенты приходят в компьютерный зал, он тоже с этой самой доской, то есть там я сам изготавливаю прошивку, такой недодистрибутив, в котором все-все-все, что мне нужно есть. В этой прошивке есть эта самая вещь, а нет, это доска, значит, вот я сижу на попе, все показываю. У нас есть два семинариста, и второй должен был бегать, отвечать на вопросы студентов, но нет, он уже не бегает, потому что нет необходимости. Об этом я как раз делал, об этом я как раз делал в прошлом, или в прошлый раз, когда я здесь докладывался, я делал об этом доклад, что такая технология обеспечивает несколько важных моментов. Во-первых, полная доступность лекционного материала, я не буду рассчитывать на то, что студенты не были на лекции совсем. Ребята, вы были на лекции. Лично, в стриме, запись посмотрели, вы были на лекции. Это значит, что когда мы пришли на семинар, я говорю только про то, что на лекциях не было, про упражнение пальцами, про решение задач, про вот это все. Во-вторых, вот это самые останки дистанционной технологии, что мне не нужно бегать, тратить время на вглядывание в рабочий стол, что там вот эти мелкие буковки студенческие, значит, ну и так далее. В общем, вот. Да, там все ссылки есть, поэтому как-то это просто план. Да, но, значит, к чему я веду, что вот так вот выглядит… Я на кнопочку нажал? Кнопочка, я на тебя нажал. Ну вот. На YouTube он заходить не хочет. Забанили нас на YouTube. Ну ладно, забанили, забанили. Да, не хочет переходить на YouTube. Это из-за полноэкранного режима. А, вы хотите сказать, что если нажать F11, то он перейдет в YouTube? Да нет, это из-за YouTube. Я думаю, что интернета не хватает нам. Окей, значит, тогда бог бы с ним, с YouTube. В общем, в начале семестра у меня народу, ну так, треть потока аудитории на кафедральном курсе плюс спецкурсе. Это не общий курс, не поточный. В конце семестра у меня 5 человек фан-клуба в аудитории. Все остальные выбирают, значит, либо смотреть в записи, либо смотреть в онлайне, потому что разницы, в общем, нету. Спасибо, опять-таки, компании за то, что она еще из моих вот блеющих лекций делает плачатку, который все мои блеяния врезает, заставку вставляет, вот это вот все, посалки закладывает. Вот. Это при том, что реальное число сдающих, то есть те, которые записались на этот курс и потом сдают, а в этом семестре нужно сдавать семестровый проект лично. То есть это довольно серьезная работа. Вот. Реально человек 60 мне вот уже сдало. Вот. Понимаете? То есть вот эта вот будет ссылка на сайт регистрации, ну да бог бы с ним, видимо, со ссылками тут не очень хорошо. Вот. Теперь, значит, вопросы. В чем дело? Первое. Первое. Возможно, всем уже надоело, и все, что я говорю, все и так знают. Я там уныло что-то бубню, и поэтому никто не ходит. Я в это, простите, не верю. Я у меня с самооценкой все хорошо. Да? Хорошо. Второй вариант. Есть такие студенты, и об этом был как раз в прошлом году доклад, которых расхолаживает вот эта идея. Окей, я не пойду на лекцию, посмотрю вечером в записи. Окей, я на следующей неделе посмотрю два раза в записи. Окей, я в конце семестры посмотрю все в записи. Ну все в записи. Это как это, 24 часа? Привет тебе. Вот. Значит, такие тоже есть, но их, они очень хорошо, они очень хорошо выделяются. То есть там прям видно, что вот все остальные, нет, они догоняют. И об этом у меня есть фидбэк. Они говорят, слушайте, а зачем ходить на лекции, если, значит, и так хорошо, нам нормально, мы все понимаем. Проблема состоит в том, что очень не хватает обратной связи. В двух вещах. Во-первых, не хватает реакции аудитории, когда люди, значит, во-первых, ну там поправляют твои косяки, это очень мотивирует на самом деле. Вот некоторых это выбешивает, меня это страшно мотивирует, я, конечно, понимаю, что меня понимают. А во-вторых, обратной связи именно в плане, ну, присутствия, да, вот такого, когда вокруг, перед тобой живые люди, они шевелятся, значит, у них лица. Опять же, если ты начинаешь что-то гнать, и видишь, что такая, значит, все, пора рассказывать байку, там, ну, менять слайдик, вот это вот все. Вот этого очень не хватает. Чатик в Телеграме выходом не является. Да, у нас очень большая активность в чате, но непосредственно на лекционную деятельность это никак не не агнирует. И вторая половинка, это когда нужно освежить лекции, когда в лекции нужно добавить что-то мега актуальное, и баз, они в записи. Ну, вот что я буду? Комментарии в Ютубе писать, в чатике вы, ахтунг, ахтунг, знаете, вот тут я в прошлый раз на лекции сказал неправильно. Не хватает обратной связи. Что делать, непонятно. И в этом, собственно, мои вопросы. Я хотел вам задать вопрос, а не вы мне. Я не знаю, как ответить на свой собственный вопрос. Это, кстати, последний слайд. Что делать в такой ситуации? Нет, кажется, есть движет следующий. Да. Можно попробовать расширить фан-клуб, устраивать песни, пляски, какой-то интерактивчик посреди лекции. А вы как думаете? Вот это вот все. Я пробовал, у меня не получилось. Возможно, я слишком средневековый человек в этом плане, но когда идет плотное изложение материала, паузу я могу сделать, байк я могу рассказать, а переключить модус я не могу. Можно просто тупо принуждать к этому, говорить, плюс балл за посещение лекций. Такие у меня тоже люди были, мы с ними обменились понимающими взглядами, при том, что я их первый раз видел на лекции, на той, на которой плюшки раздавались. Но это тоже, в общем, неправильно, мне кажется. А что делать с теми, кто не может присутствовать? Ради них же все было затеяно. За тех, кто не пришел, потому что не мог. Есть другой вариант. Есть вариант записать курс на видео, а самому заниматься только дифом этим. То есть устраивать такие, как говорил Николай Николаевич, между собойчики, на которых в онлайне или даже… О, да, сейчас я закончу. Он был предпоследний. И второй, или какие-то различия публиковались. Я не знаю, есть такой вариант. Или есть еще вариант как-то прямо на лекциях сделать, ну, включить громкую связь, пускай все в Ютубе, значит, чатятся. Ну, это тоже как-то странно. Я не знаю. Вот, собственно, все. Спасибо. Вот, я почти уложился. Что делать-то мне? Это у меня к вам вопрос. Это у меня интереснейшую лекцию. Встреческие выступления, дискуссионные. Значит, я вспоминаю один какой-то рассказик золотого века американской фантастики, где все обучение в школе перешло на диспанс. И контроль посещения состоял в том, смотря дети… Да-да-да, не надейся, она никогда не разденется до конца. Я помню этот рассказ. И как скупила старомодная учительница, она пригласила детишек самых интересных, и люди смотрели на живой класс с большим удовольствием. А-а-а, вот вам, живой класс, маленький. Окей, я понял. Еще предложение? Вот тут два, можно? Четыре. Так. Ну, как один из вариантов специально добавлять неправильность в чтении лекции, чтобы вам делали замечания. Я так делаю всегда, не специально. Это не помогает. Гоша, насчет… Гоша задал вопрос в ответ, будет ответ, а не комментарий. Гоша, некоторые патчат косяки в материале хотя бы субтитрами. Плохонько, потому что не сохраняется YouTube. Миша, вопрос в другом. Вопрос, как организовать фидбэк, а не как запатчить. Как запатчить, я сам знаю. то есть… Все понял. Так тоже можно. Спасибо, да. Спасибо. Слышно, не слышно. проверяется контроль именно трех лекций, то есть порционно в течение семестра, чтобы все не сваливалось в конец семестра. Операционный проверяется и оценивается соответственно. То есть параллельно идет практика, связанная с лекцией. По этому курсу у нас практика одна лекция, один семинар, одна лекция, один семинар. Я как раз про то, как именно конкретно лекционно участвую. Ну ладно, спасибо, я понял, что в любом случае… Спасибо большое. Сейчас.